Всем привет! Видео про... Привет! Я просто никогда не говорю привет, хоть впервые скажу. Хорошо, видео про машину. Мы выбрались с детьми в лес, они там грибы пытаются найти. А мы решили снять видео про то, что у нас за автомобиль в семье новый появился, потому что как бы я его подарил, но ничего не рассказывал, а про такую обновку не рассказать как-то странно. Вы задавали очень много вопросов о Нюточке в Инстаграме, мы сегодня на самые интересные поотвечаем. Я хотел бы начать с самого главного. Ну, во-первых, тебе нравится машина? Да, очень. Как бы логично. Но я не про это. Я хотел бы изначально вспомнить, зачем мы начали собирать и купили первую машину, Нюточке. Вообще не было таких планов, и у меня были даже определенные стереотипы, я этого не скрываю по поводу девушек за рулем. Ну, много езжу, много всего наблюдаю. Но, тем не менее, когда Оскар подрос и начал ходить в школу, мы же школу выбрали ему в Киеве, а не в Высгороде. Это лучшая школа в мире, и он не хочет менять школу. А в школу нужно ездить на машине. Он не то, что не хочет менять, это тот случай редкий, когда мы с Анюточкой иногда хотим отдохнуть, и говорим, «Оскар, завтра в школу не пойдешь». И он в истерику, «Я пойду!» То есть человек, он не мой, он даже если болеть начинает, то он, «Нет, я не болею, я пойду в школу, я пойду в школу». И контрольная я хочу. Ну, какая контрольная? Там ведь нас корешами мутят что-то, на продленке остается постоянно. Но не суть, школа действительно классная. Суть в том, что год я возил его каждый день с утра в школу, и потом меня достало. Я помню, во второй класс, первое сентября, я везу его в школу, и я в тот самый момент понимаю, что больше я этого делать не буду. И я буквально через несколько дней купил Анюточки «Фиесту», эта история уже есть на канале. Это был первый автомобиль, который был недорогим, который оправдал каждую свою копейку. И самое главное, я брал БУ автомобиль для чего? Чтобы понять, что вот это чудное создание сможет им нормально рулить. Потому что, поймите, это была ее первая машина, она только сдала на права. Было непонятно, что это вообще будет. Вот скажи, как твой опыт вождения? Да, люди спрашивали про мой опыт вождения, про ДТП, были ли какие-то случаи. Я получила права 4 года назад, и езжу я уже 3 года. И вот, когда мне Саша подарил мою «Фиесту», первой, наверное, недели две, мне было очень страшно. Мне кажется, это у всех. Все проходят такой момент, когда страшно. Потом становятся привычнее, из-за того, что ты каждый день ездишь, не делаешь больших каких-то перерывов вождении, привыкаешь, и уже нормально. ДТП у меня не было ни разу, слава богу. Хотя Саша, наверное, ждал, купил такую машину, чтобы, если что, можно было где-то что-то коснуть, и не было жалко. Единственные ДТП, которые у тебя были, это диски. Они были поцарапаны на «Фиесте» полностью, и я видел, как ты задом сдавала. Стоп, на ней ездили люди много лет. Да, да, но ты даже при мне притирала их. Надо посмотреть, вот здесь на «Игнисе» дорогие, красивые, черные диски, 16-е. И я очень не хотел бы найти на них царапины белые. И так, три пока что, хорошо, давай последний. Ну что, Ниточка, месяц в машине, и пока что пронесло. Действительно, машина была приобретена не из избытка. Я отложил эти деньги на ремонт тогда, но тем не менее, это была вынужденная мера, не потому что я захотел больше комфорта или разленился, а это занимало очень много времени моего утреннего, которое я трачу на работу. И это было просто невозможно. То есть вопрос стоял или менять школу, чего очень не хотелось делать, на Вышгородскую, или покупать машину. Кроме того, вот кажется, Анюточка, она же официально нигде не работает. Но тем не менее, она много помогает по работе мне, ну действительно много. Я каждый день проезжаю на машине, я посчитала, 50 километров каждый день. Я не знаю, это много или мало, но мне кажется, это не очень мало. И на выходные дни бывает так, что мы даже проезжаем больше. Когда была Фиеста и какие-то были там нюансы, которые мне не нравились, это очень сильно как бы портило настроение. О боже, опять ехать. Теперь такого нет. Ну что именно напрягать? Понятно, что Фиеста была 2008 года, она проехала уже 120 тысяч. Она на самом деле очень хороша была за свои деньги, за которые мы ее купили, там за 5-200 долларов. Но тем не менее, конечно, она там и гремела где-то, и были проблемы там аккумулятор поменять, потом радиатор уже начинал течь, кондиционера. И вот такие моменты, они то тут, то там. И как бы, естественно, когда я продавал, я это все показал, человек был доволен, забрал и сейчас доволен кататься. Но тем не менее, это новый автомобиль. И когда меня спрашивают выбрать новый, даже с небольшим кредитом или БУ, я всегда советую новый. Но это лично мое мнение, потому что был опыт и с теми, и с теми. Действительно, каждый день у Анютки не просто 50 километров в день, это по делу. То есть, магазины, отвезти в садик, отвезти в школу, отвезти, бывает, на какую-то секцию, на соревнования там по карате, по кружкам каким-то. И это все приходилось делать мне. Теперь я ничего из этого не делаю. Я спокойненько себе занимаюсь гуд трипом, занимаюсь кедром. И меня это радует. И, конечно, здесь машина помогает. И решение приобрести новый автомобиль было спонтанное, но, опять же, во-первых, «Фиеста» дала опять себе знать, что, мол, я уже старенькая. Мы думали, что коробка накрываться начала, хотя мы ее поменяли, мы сцепление робота поменяли. Но оказалось, что просто аккумулятор сел, а она выдавала странные ошибки. Но в тот момент я понял, что больше не хочу, не хочу таких сюрпризов. И начал искать машинку, и как раз тогда завозили новые Игнисы. И вообще я смотрел тоже Сузуки, но смотрел Витару. Я хотел взять изначально Витару, но она не помещалась по бюджету. Я узнавал, есть ли какие-то подешевле варианты, возможно, там, бюджетные тестовые у Сузуки непосредственно. Но они сказали, что вот скоро будет Игнис, и мы начали работать в этом направлении. Собственно, вот получилась такая машинка. Поэтому она выполняет все семейные наши вопросы. И давай покажем, как. То есть, чем она в части лучше, чем Джимни. Тем, что здесь есть полноценные места для детей. И вот за мной, к примеру, вот это мое место, вон там Анюткино, здесь достаточно много места для ног получается. Это хорошо. Также здесь есть багажник, он меньше, чем в Фиесте. Но, тем не менее, он достаточно большой, для того, чтобы все покупки помещать. Мы ездили вот в Одессу, никаких вопросов нет. Сюда помещается три больших пакета полных продуктов. Я, конечно, друзья, буду обращать внимание на все. То есть, этот автомобиль не отдает таким ощущениям, что все здесь очень сделано дорого везде. То есть, он очень надежно выглядит по ходовой, по своей автомобильной части. Но, к примеру, вот в багажнике вот такая полка. Ну, я не скажу, что она прямо идеально сюда становится. Я бы ее, может, даже заменил. Но, кстати, да, катка здесь есть. Это хорошо. Анютка вот сразу обзавелась аптечкой, обзавелась огнетушителем. Не знаю, каким пользоваться, если что. Ну, это инстинкты тебе пока подскажут. Вообще, загугли хотя бы. Сама машинка здесь, она достаточно комфортная, но я не скажу, что она по максимуму оснащена. К примеру, Игнис для мира, там, для Европы, в частности, он в максимальной комплектации нашей поставляется с медиасистемой. И люди тебя спрашивали про медиасистему. Из-за того, что я езжу по делу, они... Ну, есть такие люди, которые любят кататься на машинах, музыку послушать, просто проехаться. Я езжу только по делу, поэтому я вообще даже не смотрю вот на эту панель. То есть, она мне, по сути, и не нужна. То есть, я включила себе на айфоне музыку, она мне играет. Этого мне достаточно. Я же скажу так. Несмотря на то, что Bluetooth здесь есть, и это отчасти многим будет уже хватать, я за, чтобы был экран с медиасистемой с поддержкой CarPlay и Android Auto. Это очень удобно. И когда тебе надо ехать по навигации, тебе не надо телефон вешать, отвлекаться на него, провода все эти. Это удобно. Ты кинула телефон, у тебя на экран вывелось. Поэтому мы будем брать себе CarPlay какую-то медиасистему, но когда выйдет под вот эту торпеду, потому что должна быть облицовка правильная. Но это единственное, что я могу сказать, что я хотел бы сюда добавить. Потому что все остальное, по сути, есть. Многие люди говорят про внешний вид. Мол, тема спорная достаточно. Вот ты объяснись. Я не знаю. Я когда ее увидела, мне нравится все. Ну, один момент не нравится, я потом в конце скажу. Первый меня купили просто, я влюблена в эти черные диски, черная крыша. Кстати, это опция дополнительная какая-то? А я объясню. Смотри, по умолчанию в нашей комплектации идут уже эти диски. Черные 16-е, кстати, людей удивляют, что на такую маленькую машинку 16-е диски. Вы просто поймите, она выглядит вживую немного больше, чем на картинках. Она достаточно высокая при этом. То есть, здесь 16-е диски прям в самый раз. Есть вот эти вот пластиковые вещи, но вот этого нет. Это я тебе докупал. И это 8000 гривен там чем-то стоило, по-моему. То есть, тема, которую я посчитал, что очень нужна, и они ощущаются качественными такие. То есть, это хороший пластик. И важно, что когда ты открываешь дверь, то касается вот этот пластик, если ты вдруг забудешь и что-то будешь задевать. Крыша, это тоже доп. Ну, то есть, он идет с завода. Ты выбираешь просто себе цвет. Хочешь с крышей или без. Но дешевле будет без этой штуки. Рейлинги идут в этой комплектации. Можно еще поставить такой спойлер декоративный, но я подумал, что он не нужен уже. Ну, вот вопрос, что это за Adidas. Просто я очень люблю Adidas. Я когда-то увидела, такая, ну, нормально. На самом деле, это отсылка к прошлому компании. И надо еще понять, что было раньше. У них этот значок или у Adidas, это прямая отсылка к тем моделям. То есть, это не та вещь, которая тебе не нравится. Нет. Есть одна вещь, которая мне немножко не нравится, но это терпимо. Мне нравится серый цвет вот этой вот штуки. Мне кажется, если бы она была бы черная, машинка выглядела просто идеально. Ну, мне кажется, что выглядит офигенно. Вот, я не знаю, что тебе не нравится, но она же, смотри, цвет вот здесь дублируется с рейлингом. И выглядит, мне кажется, достаточно хорошо. А тем более, у тебя еще и молдинги. Давай еще вопрос какой-нибудь от людей, от подписчиков. От людей, хорошо. Удобно ли парковаться? Мы поставили парктроник. Да, кстати, парктроника и камеры заднего вида здесь в комплектации это тоже нет. Я бы себе, наверное, точки я решил поставить, потому что я на Fiesta была. И это все на Suzuki сделали, то есть поставили вот такие парктронички. На экран выводится информация. Наверное, больше интересны габариты. Ты ощущаешь хорошо, как машина по ощущениям при парковке? Первые две недели мне было сложно после Fiesta своей, хотя вот, я не знаю, они вроде по размеру не сильно отличаются. Две недели я привыкала, мне было сложно, а сейчас нормально, очень удобно. Расход и сколько стоит обслуживание? Расход я заметила где-то 5,2, 5,3, ну до 5,5. Это Анюточка так ездит, в городе можно добиваться, люди пишут 4,5, и я когда ездил, тестировал, в городе 4,5 можно ездить. На трассе будет больше, если вы едете больше, 110 км в час. И также задавали вопрос по поводу гибридов. Это не такой гибрид, как вы привыкли видеть. То есть да, здесь есть электродвигатель, есть 10-амперная батарейка, но тем не менее, вы едете на двигателе внутреннего сгорания всегда. Да, просто иногда подключается еще электротяга, чтобы помочь вам с разгоном, чтобы компенсировать часть затрат топлива именно во время самых таких ресурсоемких задач, когда вы разгоняетесь, и когда вы там просто набираете скорость, едете в горку, и так далее. При этом рекуперация тоже происходит, то есть часть все-таки компенсируется, но я думаю, что здесь больше дел не в экономии, а в удобстве и комфорте, потому что вы получаете как бы пуш по энергии дополнительной, когда едете в гору или надо быстро разогнаться. Потому что экономия здесь из-за гибрида вообще минимальная. Про обслуживание спросили люди, но машина новая проехала уже больше тысячи километров, мы ездили в Одессу, поэтому я еще пока не знаю, сколько стоит обслуживание. Я не знаю, но я предполагаю, что первое ТО обойдется, наверное, тысячи в 4-5 гривен, но мы вообще не интересовались этим вопросом. Я просто здесь не репрезентативен, потому что я обслуживаюсь у официалов не из-за рекламных каких-то целей, я даже скидок не получаю, просто приезжаем, записываемся и обслуживаемся, но я просто знаю, как у них сделан сервис, мне он очень нравится, это мое личное. Я вам не советую, не рекомендую это, сами принимайте решение, потому что я знаю, очень многие люди даже склонны с гарантией слетать и ехать там по гаражам. Я, конечно, такое точно не советую делать, но если вы знаете хороший сервис, это ваш выбор. Поедем, посмотрим, но сколько бы оно не стоило, оно точно не будет стоить дороже, чем у Jimny, у Jimny стоит сервис где-то 4-5 тысяч гривен, каждый ТО. Вопрос был к детям, какая машина нравится больше, папа или мама, и почему? Давай. Дети! А ну идите сюда быстро. Так, вам вопрос, какая вам машина больше нравится, папа или мама? У меня у тебя. Почему? Она по горам больше умеет ездить, а мне больше по горам нравится ездить. Ага. И там больше багажник. У меня больше багажник? Да. Вот, это круто. А мне нравится твой Jimny. Что ты делал? Что ты делал своим рожам лица? Черным. Выживали мы. А, выживали, я понял. Да, хорошо. Добрый вечер. Мне нравится Jimny больше. Потому что он похож на гелик. А мне нравится гелик. Все понятно. Ездите с папой в школу, я поехала. Анюточка, а меня спроси, какой мне нравится больше автомобиль. Ну, ты говорил, что мой в чем-то лучше. Не, ну, конечно, в чем-то лучше. Если что, Jimny это все равно лучший автомобиль. Но, даже вот в Одессу ехать, вы же поймите, мы ехали в Одессу на Игнисе, не потому, что надо отснять Игнис или еще что-то, а потому, что это просто комфортнее. Я про это говорил в самой первой серии про Jimny, что если один автомобиль выбирать, я готов мириться с дискомфортом на длинных расстояниях. Ну, относительно дискомфортом, да. С некоторыми нюансами, скажем так. Потому что я хочу внедорожник. Но, когда есть второй автомобиль вот такого класса, который не подведет тебя на длинной дистанции, то мы бы даже по Европе, как ехали в прошлом году, поехали бы на Игнисе. Это логично. Что мне в нем очень нравится, это вариатор. Друзья, вот с этим двигателем, который не турбированный. Здесь вместо турбины как раз гибрид. Один и два литровый, четырехцилиндровый, что для меня очень важно. Потому что можно было рассмотреть подобные машинки, но они часто идут с трехцилиндровыми двигателями. Я такое не хочу, тупо не принимаю. Вариатор с таким двигателем показывает себя просто-таки отлично. Ты едешь 120 км в час на 2000 оборотов по ровной ездили. Это просто эпически круто. Никаких шумов, ты спокойно разговариваешь в салоне. Расход небольшой. И, в принципе, на путешествии по Европе, где мы проехали 5000 км, расход 8,5 и 5,5 ощущался бы. База короткая, на задней оси балка. Подозреваю, что может козлить на неровностях асфальта. Действительно интересуюсь. Хороший вопрос. Мне тоже было интересно. Именно поэтому я брал машину, перед тем, как купить, на тест. И тогда мы, конечно, присматривались. Вдруг Анютке бы не понравилось сильно. Ну, это было бы показательно. Нам не надо было бы ее покупать. Но меня интересовала балка. В чем прикол? В полноприводной версии Игниса сзади стоит неразрезной мост. Как ни странно. То есть, теоретически, если кто-то выпустил бы такое, там можно и блокировку втулить, настоящую механическую. Но, когда автомобиль переднеприводный, чтобы не перерабатывать сильно конструкцию, там просто сделали балку. Проблем с этим нет вообще никаких. То есть, от слова совсем-совсем никаких. Мы ездили по любым покрытиям, по брусчаткам, по спускам, по подъемам, по природе, по лесам, по асфальту хорошему, по асфальту плохому. Проехали уже немало. Ну, вообще никак не ощущается. Автомобиль себя ведет на дороге очень хорошо. И это, на самом деле, удивительно, потому что он весит немного. Он до 1000 килограмм весит, на самом деле. И я ожидал, что он будет более ватно себя вести на дороге. Вернее, не ватно, что его будет действительно козлить даже не на плохой дороге, а просто переставлять. Это не так. Она вот прям цепляется за дорогу. Могу про себя сказать, потому что я ехал на ней 140 километров в час. Держит дорогу отлично, управляется отлично. Даже мы, когда ездили в Одессу, по грунтовкам, помнишь, всяким? Вот чувствуется, что это все-таки машина каких-то кроссоверских кровей, правда? Ну, вот не просто легковая. Это микрокроссовер. Здесь честный клиренс, как инфокар выяснили, 170 миллиметров, потому что заявляется 180, но реально там есть точечка одна, где 170. Но, тем не менее, по дорогам, вот по таким местам вы можете выезжать за грибами там, за всякими нюансами. Да, она позволяет с дороги съехать. Я ездила вот в школу два года, да? Два года по... Там есть такой небольшой участок дороги, где-то метров 500, наверное. И он такой вот весь в трещинах, колдобинах каких-то. И я ехала на форт-фиесте километров 40-30 в час каждый день вот этот кусочек. И меня вот многие опережали, обгоняли очень нервно. И я вот думаю, ну почему все едут нормально, а меня вот всю машину трясет, колбасит, очень тяжело ехать. И тут я еду домой в скорость 50-60 именно по такому же участку. И я понимаю, что я не торможу, типа я никаких звуков посторонних не слышу. Очень комфортно ехать вместе со всеми и никто меня там не опережает и нервничает. То есть оказывается, это не в дороге была проблема в машине. Ну, грубо говоря. Я хочу пару слов сказать про комплектацию, потому что мы как хорошее говорим, так и не очень хорошее то, что придется еще исправлять. Но не существует идеального автомобиля. Смотрите, комплектация у Сузуки это вещь такая не совсем мне понятная, но если Джимни меня удивлял исключительно положительно за исключением мелких моментов, то есть там второй стеклоподъемник не импульсный. Ну, то есть такие мелочи, да? То здесь больше вопросов. У нас есть автосвет, но нет автодождя. Ну, то есть датчика дождя здесь нет. Здесь нет подогрева сидений, с чем еще можно мириться, но нет и подогрева зеркал. Вот это, кстати, надо будет справлять. Про CarPlay я уже сказал. Это вроде бы как все, то есть больше недостатков нет. Все остальное ну, прямо очень хорошо. Но, тем не менее, даже в самой базовой версии Игниса, которая у нас продается, Full LED оптика. А это как бы денег стоит, да? То есть непонятно, как они конфигурируют их, на чем там завод дает какие-то приоритеты. Я не знаю, потому что все-таки мне кажется логично было бы поставить там подогрев зеркал в топовую версию. Почему-то не стоит. Подушек куча. Ну, здесь, к примеру, 6 подушек, что очень хорошо. Безопасность здесь реально неплохая у этого автомобиля. И что меня отдельно радует, и это не комплектация, это просто то, что продумали, что здесь в путешествии очень много мест под фляги, под бутылки, мне это важно. Смотрите, в боковых картах сюда становится полутора литровая моршинская. То же самое там. Далее у нас подстаканник есть вот здесь, два вот здесь. И даже в боковых дверях задних пассажиров 0,75 моршинская становится. Вот за это респект, потому что очень мало кто из производителей про это парится. Машина не туринговая, но тем не менее, честно говоря, если откинуть стереотипы, нашей семьей мы могли бы на ней путешествовать легко, потому что багажник достаточно вместительный и сзади сидеть комфортно. Это такие как бы нюансы, можете их расценивать как минусы, но с другой стороны, во всем остальном комплектация хорошая. Есть и бесключевой доступ, кнопочки на дверях, есть кнопочка старт-стоп, есть, как я сказал, фулл-оптика, которая работает отлично, и многое другое. И рейлинги меня радуют в этой комплектации, потому что мы сюда будем делать велокрепления, тулевские поперечины, велокрепления, чтобы если мы поедем куда-то в Европу, можно было на Игнесе ехать прямо с велосипедами. Комментирует ли Саша стиль вождения? Комментирует, постоянно, но по делу, всегда по делу, старается меня не напрягать, потому что знаю, что если сильно напрягать, я буду нервничать и делать еще только хуже. Только недавно научилась правильно держать руль. Не научилась ты еще? Научилась? Не научилась. В общем, комментирует, но я с ним согласна совсем. Последний вопрос, люблю ли я ездить побыстрее, нажать на газ, скорость. Нет, не люблю. И я заметила, что с первых вообще дней вождения мне больше нравится протискиваться всякие там узкие улочки. Вот я люблю какие-то препятствия, маневры, помедленнее, выкручиваться. Но на трассе на большой скорости я просто засыпаю, мне очень скучно становится. Я хотел бы вкратце еще поблагодарить ребят из компании стек. Я говорил про то, что первым делом машину надо обклеивать, и мы как раз таки к ним загнали на третий день опять же автомобиль. Они заклеили капот, заклеили крылья, зеркала, оптику. Для легкового автомобиля это недорогая процедура, но тем не менее ее сделать нужно. И вот вам небольшая вставочка про то, как это происходило. И вот я снова спустя год на стеке. Доброе утро. В общем-то, пока машина совсем новая, что мы сделаем? Полностью морда, кроме хрома, хром не клеится, оптика, естественно, причем вся. Вот здесь будет защитная полоска, это зона, которая тоже убивается, зеркала под ручками, та самая часть, которая царапается быстрее всего. Пороги, причем и спереди, и сзади, для детей это важно. Идет небольшой участок полки багажника, когда сумки складываются. Это действительно части, которые подвержены повреждениям, именно механическим. Пыль, гравий, камни, оптика мотуются. Я уже неоднократно рассказывал на канале, если оптика замотовалась, кто-то скажет ее отполировать дешевле, но фишка в том, что после полировки ее в любом случае надо сразу заклеивать, иначе она пойдет по бороде прямо сразу. Поэтому это уже третий автомобиль мой, то есть первый был Fluence, далее вот Jimny, сейчас Ignis, которые я сразу заклеиваю. То есть неделя машина живет, и сразу на поклейку, ну просто в очередь записываемся, и как появляется окно, мы заезжаем. Мы даже одну поездку перенесли сейчас по Украине, потому что я просто не хочу ехать на расстояние там больше 100-200 километров без поклейки, потому что трассы это такое дело, не хотелось бы на новой машине уже наблюдать какие-то царапины. И в отличие от Jimny, это недорогая процедура, относительно, конечно, но это прям можно заложить в бюджет, если вы покупаете машину, потому что все-таки она берется не на год и не на два, скорее всего. Ровно через сутки забрал машину утром, и могу сказать, что, конечно, все сделано очень-очень хорошо, как и в прошлый раз, и причем затягивали мы не 30% морды, а больше, то есть здесь весь капот, все крылья, фары, очень важно, смотрите, раньше я не знал про это, но у меня были машины, где вот здесь были сколы, задули пленкой еще и вот такую часть верха, вот эта часть, потому что когда эта дверь открывается, она может задеваться обо что-то, соответственно, тоже задули, здесь это делать не надо, потому что здесь все-таки граничная точка, это молдинг, полка багажника, в общем, все то, что подготовит эту машинку для длительного использования на, скажем так, долгие года, очень рекомендую, ребята, из ШТЭК, чувствую, буду уже все свои машины возить, потому что делают качественно, и за год с Джимни никаких претензий вообще не было, более того, пригласили проверить, через год посмотреть все ли ок, потому что активно эксплуатирую, как таковых отдельных видео про Сузуки этот у нас не будет, как и про Джимни, ну, может быть опыт эксплуатации, то есть такие, ну, не постоянные видео, следующий, я надеюсь, будет мотоцикл, я бы очень хотел интрудер, но они пока что их не завозят, все, друзья, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь, если вы здесь впервые, всем пока, пока,